Белгородский национальный исследовательский университет не только остаётся драйвером развития образования и науки в регионе, но и признан на всероссийском и мировом уровнях. Он вошёл в число вузов, которые призваны обеспечить достижение национальных целей всей страны. БелГУ стал участником федеральной программы «Приоритет 2030» и получил грантовую поддержку на общую сумму более 500 миллионов рублей. Эти средства помогут белгородским учёным реализовать свои технологии разработки для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Мы вошли в число 44 лучших российских вузов, которые были включены в специальную часть этой программы. Причём трек, по которому мы участвовали в конкурсе и стали победителями, называется «Лидеры регионального развития». То есть мы взяли на себя ответственность подтвердить, что мы вносим существенный вклад в развитие экономики региона и заявили о том, что в ближайшие 10 лет этот вклад и в экономику, и в социальную сферу будет значительно возрастать. В работе уже более 30 проектов, большинство в сфере импортозамещения. Например, создано несколько перспективных, не имеющих аналогов экономичных сплавов для широкого применения, в том числе в аэрокосмической отрасли. Особое внимание наукам будущего – микробиологии, генетики и селекции. У нас сегодня есть объединённый центр генетических технологий, в который входят около 15 различных лабораторий, работающих с клеткой. Мы обладаем сегодня компетенциями в области клеточных технологий и в растеневодстве, и в животноводстве, и в лечении человека, и в производстве лекарственных препаратов для лечения человека. Для дальнейших исследований в области генетики и селекции в Билгу создали экспериментальную биологическую клинику. Она в числе 10 лучших подобных в российских вузах. Ведётся работа и по развитию IT-образования, в том числе среди студентов, обучающихся по другим направлениям. Кроме того, базовой площадкой Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня стал также Белгородский университет. Высоким достижением способствуют и новые образовательные территории с необычным форматом преподавания. Скоро заработает пространство-трансформер-проектория. Вот это девятиэтажное здание, которое на Богданке стоит, четвёртый корпус так называемый. У нас на девятом, восьмом, седьмом этаже там находится институт развития и образования. Остальные шесть этажей — это наши помещения. Так вот мы от этих шести этажей оставили только перекрытие и стены. Всё остальное вынесли в буквальном смысле слова. Это будет большое событие. Открытие, по сути, нового корпуса. Стратегическое планирование образовательной программы мирового уровня. Именно поэтому Белгородский госуниверситет выбирает абсолютное большинство школьников региона. В этом году четверть выпускников вуза с красными дипломами. После окончания обучения на работу сразу устраиваются более 85% молодых специалистов. Мы входим сегодня в двадцатку лучших вузов России по данным рейтинга «Интерфакс». И то, что мы сегодня в международных рейтингах, количество лиц, окончивших университет за последние три года, и стоящих на бирже труда, то есть которые не могут найти работу. Зеро, ноль. Мы не готовим ненужных людей для рынка. Мы готовим тех, кто на рынке находит себе применение. В этом году Белгу готов принять 8600 абитуриентов на 204 направления, в том числе и иностранцев. Вопускников харьковских, луганских и донецких школ будут зачислять по программе «Соотечественник». Документы можно подать на сайте или в приемной комиссии до 25 июля. Анна Средовская, Наталья Цветова, Павел Емелин. Такой день на мире Белогорья.